Арбузы, дыни и другие бахчевые культуры. В Щелковском районе начали работу около 50 сезонных базаров. Какая дыня внутри и снаружи, об этом узнали в ходе рейда «Безопасный урожай». В июле в Подмосковье проходит месячник Главного управления ветеринарии. Специалисты местной ветеринарной станции обследовали Щелковский рынок на соответствие санитарным требованиям. Овощи, фрукты, лесные ягоды и грибы с прилавка направляют в сертифицированную лабораторию. У нас здесь работают ветеринарные специалисты, которые контролируют качество и безопасность данных продуктов, берут на исследование, смотрят документацию, сертификаты, декларации соответствия, протоколы испытаний, протоколы лабораторных исследований. И затем на основании этого дают разрешение на продажу. Прямо с прилавка специалисты взяли на анализ чернику и проверили ее в лаборатории Щелковского рынка. Провели исследование черники. Результат положительный, хороший результат. При норме 160 бекериль на килограмм 15 плюс-минус 9 единиц. Кушайте на здоровье. Все подтверждаем качество и безопасность этой продукции. Арбузы в лаборатории исследовали на нитраты. Превышение их в ягоде способно вызвать расстройство желудка. При норме 60, 39,9 миллиграмм на килограмм. То есть арбуз хороший, да? Да. Как узнать, откуда привезен зеленый полосатик? Можно поверить на слово красноречивому торговцу, а лучше спросить у него декларацию соответствия и сверить с маркировкой на таре. Таким же способом определяет происхождение любой продукции. О спелости арбуза можно догадаться по нескольким признакам. Обычно просишь продавца. Он постучит, глухой звук, соответственно, предполагается, что уже спелая ягода. Ну и еще смотрят по хвостикам. Засушенный хвостик, значит созревший плод. Если еще зеленая плодоножка, соответственно, может быть, мог бы еще на бахче полежать этот арбуз. Если все еще остались сомнения в выборе полосатой ягоды, специалисты советуют обратить внимание на торговца за прилавком. Продавец, который торгует овощами, фруктами, да и любимым продуктором, любым товаром, он должен, в общем-то, вызывать какой-то позитив у покупателя. То есть он должен быть с бейджиком, он должен обязательно быть одетым в халат или фартук. То есть должны видеть, что это продавец. У него должна быть медицинская книжка. Особенно тщательно следует выбирать продукцию на развалах у дорог. Надзорные службы их осматривают реже, чем рынки. В таких местах к покупке овощей и фруктов надо подходить максимально придирчиво.